С отельными операторами, и вот такой он странный проект, странное производство необычное. Вы знаете, я хотела вас поздравить, потому что вы сняли, на мой взгляд, идеальный фильм про современную математику. Он намного более гармонично построен с чувственной математикой, потому что он очень полный. И вы сказали, что все самое главное, что про математику современную нужно сказать. Это очень необычно для российского научного популярного кино, которое другое, просто другого уровня. Но вы сделали очень важную вещь, и я, например, совершенно не понимаю, что вы будете делать потом. Потому что, понимаете, потому что, скажем, просто про математику, ну, либо ты снимаешь научно-популярный фильм, канонический, ты обречен на провал. Потому что все самое главное, вы ничего не можете объяснить. Либо вот можно было идти тем путем, как чувственная математика показывает людей в лесу, странностях и так далее. И некоторая фриковость. А здесь видно, что математика делается взрослыми, большими, современными людьми. Есть великие фрики, типа Дайсина и Нэша. Есть аспиранты, которые, понятное дело, еще мечутся и не понимают, нужно ли им идти в этот большой мир или нет. Но она такая. И, конечно, самое важное, что было сказано, что очень много, значит, интуиция, очень много, значит, удача и везение. Но чудес не бывает. Если кто-то сделал главное, то понятно, почему он это сделал, сколько там было труда. И вообще, вы вот ее показали во всей красе, если будет следующий проект, например, там, ну, какой-то такой, да, такого уровня, хотя они же все есть, они же в математике действующие работают. Как же их тогда снимать? Вот вы импрессонистически очень здорово это сделали. Только так это можно и показать. Спасибо вам огромное, я так счастлива слышать, огромное вам спасибо. Откуда вы, для кого вы? Ольга Романова. Вообще, это общественное телевидение России, я научно обозревать. Огромное спасибо, просто мне так приятно слышать, огромное-огромное вам спасибо. Спасибо, я тоже на сцену, очень рад. Да, я понимаю, но вы знаете, я просто думаю, что если будут еще какие-то проекты, то как это делать для математиков, как вы это сделаете, я понимаю. Да, как вы будете как режиссер развиваться в этом смысле, я не знаю, но я вам желаю удачи. Спасибо вам огромное, мне так приятно это слышать, огромное-огромное вам спасибо, я просто совсем так. Спасибо, да. Да, я вот присоединяюсь к оценке, у меня примерно сходные впечатления, мне показалось, что вот этот фильм и предыдущий, они концептуально разные. То есть чувственная математика, она показывает как науку, как удел одаренных одиночек. А вот здесь именно роль коммуникации, вот научный коллектив, вот это вот общение и, самое главное, передача другому поколению, вот мне кажется, что это некая другая концепция. То есть это две разные математики получили. Вот, я хотела спросить, просто вопрос на уточнение и задать Александру. Значит, в фильме есть эпизод реконструкции Филевы башни в 2014 году, правильно я понимаю, что вас приглашали в качестве консультантов, или это просто как такой научный выезд, так сказать, на место? Это приложение вот этой науки, конических сетей, которую придумал Хельмут Коттман. Он в какой-то момент, после того, как придумал эту теорию, это привело к тому, что он создал фирму, у него есть фирма, в которой работает три человека. И они вот реально эти павильоны на Эйфелеву башню, они реально рассчитали, и они были построены буквально в этом году. Это такое немедленное приложение дискретно-дифференциальной геометрии, которое для меня тоже было неожиданно. Обычно это должно, мне кажется, продлиться лет 20, а тут это за 5 лет все произошло, от создания науки до павильонов на Эйфелеву башню. Но это как раз уникальный случай, когда большая часть времени ходят эти люди, А, Б, и вот они молчат и смотрят. И потом, действительно, вот большая часть состоит из этого, из того, что семинары чешут, а потом раз так, и это выстреливает, вот, пожалуйста, вот конструкция стоит. Но это счастливый случай, что режиссер это может показать. Большая часть того, что происходит, ничего показать нельзя. Вот, поэтому тут режиссеру очень с вами повезло. Ну, повезло, я бы сказал, еще с областью математики, потому что это геометрия. Она визуализируема, да, да. Ну, конечно, нам повезло, что мы так занимаемся. Появление Нэши и Дайсона, можете рассказать, зачем они были нужны? То есть это были, как бы, своего рода свадебные генералы, извините за слово, или все-таки были люди нужные для проекта, которые вам чем-то помогли реально? Я отвечу на этот вопрос, и спасибо за этот вопрос. Для меня это было очень важно и очень рад. Это тоже часть научного процесса. Это здорово, это круто, ты гуляешь по дорожкам, потому что встречаешь Дайсона. И для меня было ужасно интересно посмотреть эту иерархию в научном сообществе. Мы видим аспиранта, который не знает, сможет ли он вообще остаться в науке или нет. У Саши учитель Ицека, его научный руководитель. А Иц, когда узнал, что Дайсон приезжает в Берлин, есть возможность с ним встретиться, для него он просто мессия, бог. И мы организовали эту встречу в парке, и это было здорово. И это тоже очень показывает отношения среди ученых, насколько с огромным пиететом они относятся к Дайсону. У меня чувство на математику, у него очень удачная судьба, ее показали в том числе в Абелевской премии. И это было очень-очень престижно. И потом Абелевский комитет мне заказал сделать короткие ролики про Нэша. Это просто работа мечты, и мы это сделали. Александр мне помогал, мне готовил к этому, он мне рассказывал немножко, за что Нэш, собственно говоря, получает эту премию. Потому что нужно было, даже если в роликах, которые мы сделали для Абелевской премии, этого нет, все равно нужно было быть немножко подготовленным. И снимая кусочек для Нэша, мы сделали это. Но для меня это, для меня в этом смысле такой блиц, волния, но она важная. Это тоже часть, это тоже происходит, это часть общего научной жизни. И это здорово, я рада, это не свадебные генералы, это важно, это тоже часть процесса. И показывает отношения. Если мы показываем про все, про инструктуру, как люди общаются, это, по-моему, здорово. Это украшение фильма, и мы не хотели делать слишком много, мы не хотели делать про наши продажи, может быть, мы сделаем другой фильм, но именно в этом эпизоде, мне кажется, что это важно, это тоже часть. Ну, пропорциональная экосистема математики показана правильно, потому что она просто у нас, если бы вы снимали у нас, то все было бы наоборот. Вот Дайсон и Нэши местные, наши, они были бы в большинстве, и не было бы, соответственно, вот этого. А то, что вот она такая, вот есть вот эти люди, но их меньше, условно говоря. Что делается-то математика вот этой группой, то есть где передовой край происходит. Поэтому, нет, они, конечно, нужны, потому что без них тогда, а кем они станут? А про Дайсон, можно я скажу про Дайсон? Интересно. Просто оказывается, Дайсон, человек, который с Эйнштейном работал, совершенно просто гуру, он, оказывается, про него никто ничего не снимал. Когда я его спросил, он сказал, у него было два опыта в кино. Его снимал Стэнли Кубрик на одну минуточку в Одиссеи, и он снимался, и он был очень... Он даже писал про это, у него СССР, он пишет про это, для Нью-Йорк Таймс. И Стэнли Кубрик потом его всего вырезал. А второй, вот у него был смешной японец, в телевидении снимал фильм про бабочек. И Дайсон там должен был сидеть в углу и думать, думать, изображать ученого. Вот и все. И в принципе я тоже рада, что даже хотя бы немножко Дайсона мы снимали для нашего фильма. Это важно, это люди, самые интересные люди, это здорово, чтобы была возможность сохранить этот материал. У нас есть еще материал, уникальный разговор, знаешь, с Дайсоном. Это тоже очень ценно, что мы сохранили это. Этому материалу предстоит еще потом ради... Если это будет, безусловно, еще другие фильмы сделаны. Если бы была возможность, ведь ужасно интересно было бы снимать Принцены 20 стадий, Макс Планка, как экосистемы, как сообщества, как они существуют в разных... там, в Бюре во Франции и что это такое, как они живут. Ну, Катя у нас все-таки на этаже очень много времени провела. Да, мы поняли. Да, то есть поэтому она все время приходила, мы там обсуждаем что-то. Она придет с камеры где-то в уголке, что-то снимает. Вначале это нас ужасно раздражало, естественно, потому что нельзя на это не обращать внимания. Но потом привыкли. Вот, и уже было нужно... А как посмотрели фильм ваши коллеги, как они себя восприняли? У Вольгангшифа, он вообще большому количеству, как мы еще и показывали, тут действительно премьера, показывали людям, которые помогали переводить фильм. Это была большая работа. И видел фильм Уольгангшиф, вот у него просто идеальный английский, и он считает, что этот фильм должен изменить отношения вообще на работу математиков. То есть это же нам ужасно интересно. Там разные были отношения. Например, Вольганг стал говорить, уберите этот кадр, где я сижу с этим самым с одеялом, потому что это не так, что я в отцеле сижу на этой работе. Ты мне престарела. Ты мне престарела, да. Это была серьезная беседа, поэтому мы решили, умирать это или нет. Нет, ну я... Мелочи, конечно, вы сделали. Я расскажу про... С одной стороны, знаете, с одной стороны, казалось бы, это плюс, что я работаю так близко интегрирован в процессе, но на самом деле и минус тоже, потому что когда мы извне приезжаем, снимаем... И это для меня новость была, тоже опыт необычный, потому что когда мы приезжаем, и, ну, как режиссер принято раскрывать людей, характер, спрашивать важные вопросы, и всегда есть такой эффект, как попутчик в поезде. Человек тебе раскрывает душу, и ты потом уже... Ну, тебе доверяют, значит, что ты к этому отнесешься бережно, а потом твое дело очень аккуратно монтирует, что используем, что не используем, потому что это очень интимно. Ну, в принципе, люди надеются, что ты приехал, они тебе рассказали душу, ты потом свалила, ты уехала. А тут я никуда не сваливаю, я среди них работаю, а среди коллег другие отношения приняты, не принято слишком близко людей подпускать. И это оказалось тоже для меня такой челлендж в данном фильме, потому что у коллег принято другую дистанцию держать. Мы же коллеги, я никуда не уезжаю, продолжаю дальше ходить. Вот это интересный для меня был опыт режиссерский тоже. Это не всегда плюс быть слишком близко к герою. Принято, если мы катались на лодке, жутко замерзли, вот там с утра было, потом пришли и чуть-чуть выберем где-то немножечко, чтобы просто чуть-чуть согреться. И потом Катя меня начала, там дальше спрашивает какой-то интервью, подумала, слушай, какое хорошее интервью, ты действительно раскрываешься, что ты такое рассказываешь, а так от тебя ничего не добьешься. Потому что действительно, ну, люди стесняются что-то рассказывать, мне, наоборот, было немножко стеснительно, какие-то вещи рассказывать, думаешь, как это, что. Сдерживаешься с тем. При том, что вы сами Екатерине предложили снимать. Ну, это... А можно я тут скажу? Для меня вот на самом деле, я очень многое тоже как журналист, вот именно с математиками, я общаюсь, не знаю, так вот просто получилось. И я вижу, что здесь приоткрытые вот закулисье именно работы. И мне кажется, это очень важно с точки зрения вообще привлечения вот в эту профессию, в эту область науки, потому что для всех она такая вот закрытая, действительно, кажется, что она такая какая-то фриковая, а здесь мы видим совершенно иное. И у меня вот к вам вопрос, вот насколько вообще в математике часто такая проектная работа? Я так понимаю, что это некий проект немецкий, да? Вот насколько там большие деньги или что, и насколько это часто вообще встречается? Хорошего вопроса, спасибо. То есть на самом деле это действительно специфика Германии, что существуют такие большие проекты. Их довольно мало. Они по всей науке, не обязательно по математике, но в математике тоже несколько таких существует в Германии. И это действительно довольно большие деньги, это действительно проекты... Вот наш проект на 12 лет рассчитан, то есть это такое долговременное планирование, которое позволяет в какой-то области науки, неважно математика или нет, двигаться в какое-то перспективное направление, которое считается перспективным. И в Германии такое делается, но это действительно величная сумма, то есть порядка двух миллионов долларов. То есть это все-таки специфика Германии, да, это не такой частый случай? Да, это не такой частый случай. То есть обычно группы, конечно, гораздо меньше, и люди работают поодиночке. Совершенно уникально, что русский математик в голове этого проекта стоит, это совершенно уникальный случай. Просто очень много сильных математиков, которым дает профессорство, и все, и не дает возможности рулить процессы. Ну и Александр, хочу иметь, что это... Ну это долгая развития, понимаете, такой проект случайно не возникает, сначала маленький. А вот в каком сейчас месте-то этих 12 лет? Этих 12 лет вот вы где сейчас? В Берлине. Нет, какой год у вас гранта? А, сейчас у нас кончается первый период, там будет 4 года, плюс 4 года, плюс 4 года, плюс 4 года, и вот после 4 года она сейчас будет эвалировать. Вот эта треть закончилась. Но потом тоже можно что-то делать, это не конец. А какой размер вашей группы, а сколько вы людей видняете? Ну вот в этом центре всего работает человек 60, то есть это очень большой центр. Ну а такая моя уже группа, ну это где-то человек там 15, с которым я уже интенсивно работаю. Потому что люди там работают над разными, в центре над разными проблемами. Но они все, в смысле, следствием. Мы очень, есть теорема Кёбби, которую я все время думала, может быть все-таки стоит в этот фильм ввести, мы решили все-таки это не сделать, но есть совершенно какие-то фундаментальные, безумно красивые теоремы в геометрии. И действительно это здорово. И еще удивительно, когда мне рассказывал Саша про связь, казалось бы, совершенно странных вещей, динамики, геометрии, и оказываются одинаковые процессы, и это тоже безумно красиво, здорово. То есть это действительно фундаментальная наука, у которой сейчас такие яркие приложения. И мы показали математику в касках, это так смешно, в настоящих касках. Да, это большое визитное для вас, как для режиссера, что можно их туда... А вы знаете, я тоже сказала, Фотман, он ужасно интересный человек, я с ним разговаривала, он сказал, ты знаешь, я вообще хочу, как же он говорил, с кем он хотел быть? Он хотел быть, он хотел быть учителем школьным, очень скромный человек. Этот Фотман хотел быть школьным учителем, хотел преподавать рисование. И его не взяли, вот учителем его не взяли. И сейчас так смешно, что и он, у него интерес, так и много, и так и смешно, что сложил жизнь, что он достраивает дефилевую башню. Что вообще может быть круче, как достраивать дефилевую башню. И действительно уникально, да? Не, ну не только дефилевую башню достроит, он действительно серьезную математику развивает. Когда я с ним разговаривала, он совершенно просто, да, я хотела быть школьным учителем, но меня не взяли, но я стала заниматься геометрией. И он очень-очень скромный. Теперь-то мы знаем, кто из уродового мора. Нет, они как раз, они издевают, они как раз говорят, что это скучно, что это за пирамида, что скучно. А вот этот ковер с этими формами, это как раз под математиками. Но там все очень смешные моменты, когда Нэш говорит, что я, конечно, не математик, Дайсон тоже не уверен. И, по-моему, Иц говорит, да? Иц замечательный. Иц говорит, что... Он говорит, ну что? Я вот... С Иц, один из моих любимых эпизодов, когда мы Иц застали за тем, и он чувствует себя виноватым. У него нужно было отдаст какие-то биократические вещи. Мы его застали за тем, что он думает о математике, и он извинился, говорит, да, да, да. И мне отдаст моих любимых фраз фильма, что, если заниматься одной ситуация, так и помрешь, а с помощью математики ты отвлекаешься. И он как будто извиняется, что между другими биократическими вещами немножко отвлекся на математику. Это один из моих любимых эпизодов. Это чистая правда. Спасибо большое. Пару вопросов. Первый. Не страшно ли было снимать такой сиквел к чувственной математике? Да, ну что, вроде бы уже сняла, все рассказала, тут еще раз. Или наоборот, было легко, что-то по проторенным какым-то дорожкам? Нет, очень-очень было сложно. Очень было сложно. И, конечно, я понимаю, что буду сравнивать два фильма. И, конечно, есть такая проблема, что в чувственной математике мы снимали... У нас там гораздо было меньше времени. Мне кажется, это более честный фильм вот этот. Но там были яркие звезды. Цедрик Виланифилсовский лауреат. Разные трансмысли. Для меня это фильм, попытка немножко поженить и использовать опыт моего класса в чувственной математике. Для меня это движение вперед. Я знаю, что это очень честная работа. Ну, конечно, я знаю, что будут сравнивать. И даже люди, которые не видели фильм, изначально уже коллеги математики скептически относятся. Ну, там, кто-то снимал этих, а тут поснимаешь какую-то группу определенную. И люди, которые фильм не видели, изначально уже немножко... В чувственной математике еще была какая-то такая сфера с задачами, мне кажется, да? Ну, в смысле, там, показать вообще что-то про математика для людей, которые с математикой не знакомы, да? А в этом фильме какая-то есть сфера с задачами? Ну, для меня... Для меня это попытка еще больше окунуть ноги вот в эту... в эту математику, попытаться не только о людях рассказать, а больше... чуть-чуть больше увлечь людей в математику. Именно поэтому вставляем задачку для зрителей, которую в конце формулируем, которые могут, в принципе, и шансы решить все, даже восьмилетний ребенок.